Кингсман. Секретная служба. Когда этот фильм вышел в 14-м, я сразу пошёл в кинотеатр. Это был грубый фильм с насилием, но всё было на высоте и получилось чертовски круто. Я люблю этот фильм, я заведомо получил удовольствие. И не важно, понравится вам фильм или нет, вы должны признать, что наряды просто шикарные. Итак, выходит вторая часть. Кингсман. Золотое кольцо. Давайте пересмотрим наряды Кингсман. Итак, сегодня я раскрою вам 10 секретов стиля Кингсман. Которые вы, господа, можете взять себе на вооружение. Первый совет, господа. Создайте свой собственный имидж. Знайте, чего придерживаться, и тогда уверенность, с которой будет носиться одежда, будет доноситься другим людям. Итак, если вы студент лучший с курса, одевайтесь как такой студент. Если вы молодой инженер, консультант, начинающий доктор, адвокат, практикующий 30 лет и добившийся успеха, не предавайте ожидания людей. И в фильме мы видим, как парни появляются в кадре. Они всегда одеты с иголочки. Они переживают, чтобы быть лучше всех одетым в помещении. Они переживают остаться в стороне? Нет. Когда Гарри Харт заходит в бар, что он делает? Он надирает задницу невеждам. Я поражен способностью всех из Кингсман одеваться с уверенностью на всем протяжении фильма. Второй совет, что можно позаимствовать, на мой взгляд, придерживаться пирамиды стиля. А именно, посадка одежды, ткань и функция. Начнем с разговора о том, как сидит одежда. Все костюмы в фильме по английскому покрою, которые есть в трех стилях. В основном мы видим английский силуэт, итальянский силуэт и американский. Американский в основном мешковатый. Итальянский довольно плотно прилегает к телу. Если форма не позволяет, переходим к английскому. Он довольно структурный. Мы увидим приподнятые плечики, укрепленная грудная область и очень аккуратную отделку вокруг талии. По вышеперечисленному, я воспринимаю костюм как оружие, с очень качественно проработанным силуэтом. Что мы видим, даже если не понимаем? Чувствуем британское. Также на протяжении фильма, все актеры носят одежду, будь то повседневная или формальная, которая сидит безукоризненно. Мы видим рукава рубашки, насколько они отступают от запястья. Маленький шар, все небольшие детали, как сидят брюки. Ничего лишнего, ничего нельзя упускать. Все выглядит как влитое. Теперь поговорим о ткани и о качестве вещей, которые увидим в фильме. Итак, посмотрите на одежду, аксессуары, все роскошно в этом фильме. Вся обувь прекрасна. Почему они так хороши? Потому что они сделаны из высококачественной кожи, хорошо начищены и сочетаются с костюмами, которые стоят тысячи долларов. Вместе с этим вы получаете очень хорошую ткань с отличной драпировкой. Посмотрите на прекрасные часы. Их стоимость около 20 тысяч долларов. Да, я понимаю, это за пределами бюджета большинства людей, смотрящих этот канал. Вам нужно понять, что такое самое лучшее. Идите в самый лучший магазин в вашем городе. Посмотрите на одежду, начните узнавать больше. Потому что, когда это произойдет, вы поймете это. И перескочите на новый уровень. Иногда, что обычно стоит 3000 долларов, может идти по скидке за 500 долларов. И вот к чему вы можете научиться у Кингсман. Роскошь стоит того. Когда вы найдете вещь, которая вам очень понравилась, вы будете надевать ее снова и снова. Особенно, если работаете в этой одежде. Если это ваше оружие. Когда вы идете на деловую встречу, совершаете сделку на миллион долларов. Я считаю, что это достойно вложений. Теперь поговорим о функции. Не могу сказать, что они об этом задумывались. Они проигнорировали мою пирамиду стиля, потому что одевали костюм на бойню в церкви. А смокинг на прыжок с парашютом. Возможно, не самая лучшая одежда для этих целей. Но, эй, они отлично сработали. Третий совет. Чему можно научиться у Кингсман. Будьте всегда уверены, что ваша прическа в порядке. Классическая деловая прическа у всех Кингсман выглядит отлично. Они понимают, что это прекрасный стиль. Чтобы донести свой посыл, заметьте, все используют воск. Друзья, эти парни берегут свою прическу. Ведь что мы видим в конце фильма? Экси справился с сотней приспешников-злодея. Он перебил так много плохих парней и справился с главным. Он спас мир. Он прибежал к принцессе Тильде с улыбкой на лице. Потому что он знает, что каждый волосок лежит на своем месте. Секрет Кингсман номер 4. Двубордный костюм. Итак, в этом фильме он здорово поработал. Это квинтэссенция британского вида костюмов. И мне нравится, как он справляется с задачей. У двубордного костюма 6 пуговиц. Что мы можем увидеть? Это У-образная форма между пуговицами. Вам не стоит покупать двубордный костюм с В-образной формой. Это мерзость. Также мы видим заостренные лацканы. Видим двойную прострочку сзади. Они используют правильный тип ткани. Тот, кто создавал эти костюмы, проделал великолепную работу. Вы могли подумать, что я сказал, что вам необходимо добавить себе двубордный костюм. Нет, я этого не говорил. Смысл всего мною сказанного в том, что вам нужно найти то, что подходит вам. Так ваш образ станет характеризовывать вас. Это может быть пара великолепных очков. Если вы работаете в творческой области, может вы найдете что-то свое, что выделит вас из толпы. Деталь стиля номер пять. Галстук в косую полоску. Итак, на протяжении фильма вы можете обратить внимание, что разные персонажи носят похожие галстуки таких же цветов. Я знаю, красный, белый и синий американцы привыкли считать своими, но мы переняли их у наших братьев и сестер по ту сторону океана. Но что мне нравится? Снова, это квинтэссенция британского. Такие галстуки используются только для того, чтобы показать, где ты служил или в какой школе или университете учился. В США косые галстуки идут в противоположном направлении. Все началось с братьев Брукс. Но что вы видите на мне? Да, это британский тип льна, но на самом деле на нем знак морского флота. Это был спецзаказ. А на другом галстуке знак морской пехоты. Я служил в морской пехоте, и поэтому эти знаки имеют особое значение для меня. Так вы можете определить, кто был бойскаутом, а кто в армии миротворцев. Обо всем этом вы можете сообщить через гардероб. Почему нет? Шестой секрет, который можно использовать от Кингсман. Обращайте внимание на мелкие детали. Посмотрите на их пиджаки. Что вы заметили? Простой, по-президентски сложенный карманный платок. Эта маленькая деталь на пиджаке создает большую разницу. Итак, когда вы наряжаетесь, надеваете униформу, будь то повседневная или более формальная, обращайте внимание на мелкие детали. Если вы оделись повседневно, убедитесь, что ваша обувь начищена и чистая. Да, вы можете надеть какие-то кроссовки, но убедитесь, что вы выбрали правильную модель, которая поинтереснее нынешней популярной модели. Поговорим об обуви, господа. Перейдем к совету номер семь. Определенная обувь для определенной работы. Помните сцену из фильмов, в которой Газель и Экси бегут друг за другом? Газель, ее сложно было забыть. У этой девушки ампутированы обе ноги, вместо которых стоят протезы с лезвиями. Они преследуют друг друга, и что происходит? Экси осознает, эй, у меня подходящая обувь для моего дела. И обнажает отравленный клинок, который навряд ли имеет каждый из нас. И он делает свою работу. Итак, под конец дня, господа, я не говорю надевать подобную обувь. Носите то, что вам удобно. Это могут быть рабочие ботинки или какая-то специфическая обувь. Что касается меня, чаще всего это туфли. Но я убежден, что вкладываюсь в правильную обувь. Я советую вам присмотреть шикарную обувь. Да, цена может кусаться. Но после вы будете чувствовать себя прекрасно, а выглядеть отлично. Друзья, это огромный заряд уверенности, когда покупаете свои первые, невероятно удобные туфли. Восьмой совет от Кингсман. Не бойтесь носить кольца. На протяжении всего фильма мы видим, как все из Кингсман носят кольца с печаткой на мизинце правой руки. Оно сделано из золота, с небольшой эмблемой на нем. Так они понимают, кто состоит в их клубе. Подобное вы можете увидеть у инженеров в Канаде, у парней из масонской ложи, ну или у выпускников определенных университетов от Анаполиса до Техаса. А вечером можете надеть что-то вроде ожерелья или браслета. Я не говорю, что нужно носить много, но будьте открыты. Может это память о вашей семье или что-то значимое только для вас. Не бойтесь это носить. Девятый секрет стиля Кингсман. Не бойтесь вкладываться в правильные аксессуары. Это могут быть индивидуальные часы, запонки. Также может быть определенная сумка, которую вы будете носить каждый день, которая будет выглядеть со временем все лучше и лучше. Мой любимый аксессуар у Кингсман – зонт, снова. Это очень по-британски. Я считаю, что это отличный аксессуар, потому что если вы были в Лондоне, то знаете, что там часто идет дождь. Я не знаю, где взять зонт, который защищает вас от пуль и будет бить током, но это чертовски круто. Смысл в том, господа, не бойтесь тратить хорошие деньги на аксессуары, которыми вы много пользуетесь, которые для вас что-то значат или что-то о вас говорят. Да, цена может кусаться, но когда вы будете этим пользоваться, вы будете получать удовольствие. Десятый совет от Кингсман, господа, я хотел бы услышать от вас. Ниже в комментариях напишите, что еще я могу добавить к этому видео. Что бы вы хотели увидеть? С выходом нового фильма, возможно, вы хотите, чтобы я рассказал о Стейцман. Об их стиле довольно много материала. Но если вы хотите первую часть, или вы уже ее видели, и можете не согласиться с Антонио, Дайте знать в комментариях. Я буду признателен, если вы напишите нечто крутое. Я буду признателен, если вы поделитесь этим видео с друзьями, которые посчитают выпуск интересным. А также посмотрите другие мои видео. Как завязывать галстуки определенными узлами. Как носить карманный платок. Как подобрать костюм, чтобы он вам подошел. Во все эти видео я вложил много информации. Надеюсь, вы ею воспользуетесь, чтобы донести посыл, который хотите. Господа, это все. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.